Большой Лебовский, Старикам тут не место, Фарго, эти фильмы первыми приходят на ум, когда речь идёт о братьях Коэн. И неудивительно, это культовые шедевры кино, но есть у них одна картина, что раскрывает талант, и не побоюсь этого слова, гениальность этих ребят куда лучше. Но говорят о ней намного и незаслуженно меньше. И это фильм под названием «Внутри Льюина Дэвиса». Для Голливуда этот фильм является тем же самым, что эпизод «Чёрного зеркала» про Стартрек является для фильма «Первому игроку приготовиться». В фильме Спилберга герои объединяются через поп-культуру, а те, кто не являются частью мира гиков, нёрдов и задротов, это злодей. По сути, фильм говорит фанатам, что быть фанатом — это хорошо. Но это то же самое, что прийти в церковь и говорить, что «Библия — это круто». В этом плане куда более интересным является «Чёрное зеркало». Здесь всё наоборот. Мир поп-культуры социально изолирует людей. Лично я считаю, что правда где-то посередине. Но сам месседж в «Чёрном зеркале» куда смелее. Сериал говорит своим же фанатам, что они являются прототипом злодея. Фильм «Братев Коин» делает примерно то же самое, но уже с другими темами. И сейчас мы всё это разберём. Но сначала 2020-й выдался брутальным. Поэтому 2021-й нужно встречать во всеоружии. А как известно, самое главное оружие — это знания. А теперь представьте, что вам на целый месяц абсолютно бесплатно предложат занятия по программированию и дизайну, или же там по кино и играм. А вдобавок закидают подарками. Звучит неплохо, правда? Так вот. Хорошая новость заключается в том, что это всё реально. Онлайн-университет «Скиллбокс» весь декабрь проводит бесплатную онлайн-конференцию по профессиям будущего. Вас ждут 65 спикеров. От экспертов из Майкрософта, Яндекса или там Мэйл.ру, до режиссёров кино и актёров озвучки. Вы узнаете всё о киноиндустрии в 2021 году. Кем быть и как туда попасть. Всё о режиссуре, драматургии и монтаже. Или же погрузитесь в веб-дизайн и разработку игр. И опять-таки. Всё это абсолютно бесплатно. Бесплатно. Но и это ещё не всё. Вдобавок, всех участников ждут подарки от партнёров. Коих, кстати, немало. Плюс, под Новый год, среди участников будут разыгранный MacBook Air, iPhone 12 и AirPods. И чтобы поучаствовать в этом марафоне, не нужно никуда идти. Опять-таки, это онлайн-занятие. Всё, что от себя требуется, так это кликнуть по ссылке в описании и зарегистрироваться. Но поторопись. Количество мест ограничено. Ну а мы продолжаем. Итак, Голливуд просто обожает рассказывать нам истории о том, что творческий успех куётся благодаря страданиям, мукам и жертвам. Будь то La La Land, где Эмма Стоун становится успешной актрисой, а Райан Гослинг воплощает в жизнь свою джазовую мечту после того, как они приносят в жертву свою любовь. Или там, одержимость, что целиком и полностью состоит из страданий. Это происходит и в одном из моих самых любимых фильмов под названием «Адаптация». Чарли Каффман написал его про самого себя. «Адаптация» — это история про самого Чарли и его вымышленном брате-близнеце Дональде. Чарли — это серьёзный сценарист. Он только что написал культовый «Быть Джоном Малковичем». А его брат Дональд — это глупый простофиля, который прочитал одну книжку Роберта Макки, сходил на трёхдневный мастер-класс и считает, что он уже готов стать сценаристом. Чарли пишет арт-хаус про цветы. В нём нет голливудских шаблонов и клише. В нём нет даже структуры. Фильм просто про цветы. А вот Дональд пишет какой-то дебильный проходняк. Хочешь посмотреть мой шедевр? Да иди ты к чёрту. У нас есть серийный убийца, так? Нет, погоди, за ним охотится коп. Мы узнаём, что убийца страдает раздвоением личности. Единственная тема, более избитая, чем серийный убийца, — это раздвоение личности. Помимо этого, ты утверждаешь, полицейский преступник — это один и тот же человек. Об этом сняты почти все фильмы о полицейских. Мне нужен какой-нибудь классный способ убийства. Не бойся, это для сценария. Хорошо, представим, что убийца — преподаватель литературы. Он вырезает у жертв кусочки плоти, пока они не умирают. Потом его назовут разбирателем. А, неплохо. Мне нравится. Я пошутил, Дональд. Ты не против, если я это использую? Ну вот в чём дело. У Чарли не получается написать сценарий. Он впадает в депрессию, у него начинаются проблемы с психикой, развивается социофобия, он начинает ненавидеть самого себя. В общем, его ждут отчаяние, разочарование и другие прелести творческого кризиса. Чарли, ты занимаешься этим уже месяц. И если ты им ничего не покажешь прямо сейчас, в твоей карьере это не поможет. А вот Дональд живёт счастливой жизнью и не испытывает никаких проблем. Более того, его глупый и клишированный сценарий оказывается успешным. Дальше, кстати, начинается главная шутка фильма. Все те киношные клише и стереотипы, от которых фыркал Чарли в первой половине фильма, происходят во второй. Даже концовка, которую Роберт Маки говорил ни в коем случае не использовать, используется в этом фильме. В любом случае, вернёмся к нашей теме. К концу Чарли всё-таки выходит победителем. Он преодолевает творческий кризис. И как уже было сказано выше, это далось ему через страшнейшую боль. Но все эти муки, через которые прошёл Кауфман, в итоге становятся частью его творчества. И помогают ему создать что-то прекрасное. И я обожаю адаптацию. Я пересматриваю этот фильм в трудные времена. Картина говорит, что сложности, через которые ты проходишь, стоят того. И поэтому она вселяет надежду. Но братья Коэн и их внутри Льюина Дэвиса думают иначе. Изначально мне не понравился этот фильм. На первый взгляд он казался мне мрачной, полуторачасовой галереей страданий без какого-либо сюжета. Но с возрастом и по мере того, как менялись мои взгляды на жизнь и на собственное творчество, я начал замечать то, чего, видимо, раньше либо не хотел, либо попросту заметить боялся. Льюин Дэвис – музыкант жанра фолк. В его жизни абсолютно всё идёт не так. Фильм начинается с того, что после выступления Льюина избивают. Мастер, говорю, хайло разевать. Песни – мой хлеб, вообще-то. Песни – его хлеб. Его хлеб. Простите, я не понял. Кто вы? Расселся, значит, на сцене. Орёшь, что не попать. О, господи, так все орут, это часть шоу. У него постоянно нет денег. Можешь дать мне денег? Чёрт, уже зима на улице, у меня нет даже пальто. Ты не мог бы одолжить мне денег? Значит, денег просить не будешь. Он практически бомжует и спит на диванах друзей. Я ночую у Элла Коди. Уж не думаешь ли ты у нас заночевать? Надеялся на это. Он теряет котика, затем сбивает котика. Его отец болен. От него залетает девушка-друга. А ты либо залез в меня, оставил ребёнка и всю мою жизнь испоганил, либо я должна избавиться от, быть может, замечательного малыша, которого я хочу, потому что ты всё вокруг превращаешь в дерьмо. Его товарищ по группе совершает суицид. У меня был друг. А куда делся? Бросился вниз с моста Джорджа Вашингтона. Да, брат, я бы тоже не смог каждый день пиликать про поля да кукурузу. А его музыка нафиг никому не сдалась. Пластинки не продаются. Ведь твоя пластинка продаётся? Прости. Да, всем вокруг нас хоть. В общем, события фильма можно описать вот так. Люин ходит по разным местам, и куда бы он ни пошёл, его ждут разочарования, неудачи и страдания. В прямом смысле это всё, что происходит в фильме. И в этом весь смысл. Как раз таки потому, что весь фильм Люин мучается, в определённый момент начинает казаться, будто бы его искусство кроется вовсе не в музыке, а скорее в самих страданиях. Будто бы вся ценность его творческого пути не в самом творчестве, а в том, каким трудом этот творческий путь даётся. Ты ничего не хочешь, и поэтому с тобой происходит какая-то фигня, потому что ты этого хочешь. Это чем-то напомнило мне коротенький рассказ Кавки под названием «Голодари». Главный герой этого рассказа – артист. И его творчество заключается в том, что он сидит в клетке и голодает. А люди в прямом смысле приходят посмотреть на его страдания. И получается, что вся ценность его искусства заключается в том, какую ценность зрители вкладывают в сам факт его мучений. Ирония заключается в том, что в конце концов он умирает с голоду. И последнее, что он сказал, было что-то в духе «Вам не стоило мной восхищаться, я просто не нашёл еду по вкусу». То есть, изначально это всё не имело никакой ценности. Тут, конечно, можно сказать, что красота в глазах смотрящего, но в любом случае. Примерно похожий вывод можно сделать и после просмотра внутри Льюина Дэвиса. Льюин – циничный кусок дерьма. Он критикует абсолютно всех других музыкантов на своём пути. «Прекрасное исполнение. Да ладно. Прекрасное. А у него вообще мозг работает. Спасибо, что позвал, но скажи, кто это написал? Я. И оно неудивительно. Льюин ощущает чувство собственного превосходства и пренебрежительно относится к другим музыкантам, потому что они творчески растут, и им открываются карьерные возможности. Бат Гроссман проявил интерес к моей работе. Бат Гроссман? Говорит, меня ждёт успех. Никто из них не страдает так же, как он. Он думает, что им это даётся легче, а стало быть, ценности в их творчестве меньше. Но это ошибочное мнение, по крайней мере, в мире фильма. Помните, как в самом начале Льюина избивают? Так вот, оказывается, это ещё и конец фильма. Это самая первая и самая последняя сцена. И если в начале кажется, что Льюина избивают за его песней, «Расселся, значит, на сцене. Орёшь, что не по-поте». «О, господи, так все орут! Это часть шоу!» То в конце становится ясно, что наваляли ему за издевательство над чужой музыкой. Сцена с собой привезла? На тебе трусы в клеточку? А? Да пошёл ты, чего расшибелся? Давай, покажи трусы! История фильма – это замкнутый круг. Другими словами, настрой Льюина, мол, я лучше, а моё искусство ценнее, потому что я страдаю, приводит его в никуда. В его жизни нет прогресса. Он закончил там же, где и начал. А его муки никак не влияют на качество его творчества. И стоят они ровным счётом ничего. Кстати, это видно ещё задолго до концовки. В фильме есть сцена, в которой Льюин едет в одной машине с Джоном Гудманом. Будучи джазовым музыкантом, Гудман с надменностью и презрением относится к жанру Льюина. А что ты вообще играешь? Фолк-музык. Фолк-музык. А говорю, что музыкант. Фолк-певец с кошкой. Педик, что ли? В джазе принято играть все ноты, все 12 ладов. Это не балалайка с тремя струнами. Но на самом деле их ничего не отличает. Они одинаковые. Это два идентичных, претенциозных говнюка. Так же, как общая машина, на которой они едут, их настрой ведет их жизни и карьеры в одну и ту же помойку. Я устал. Мне все осточертело. Думал, надо просто ночью доспаться. Но дело не в этом. Это довольно депрессивный фильм. Особенно, если ты его смотришь, когда только-только начинаешь заниматься творчеством. Но мне кажется, что его месседж справедлив. Фильм показывает, куда заводит романтизация страданий в творчестве. И чего все это дело стоит. Да, зачастую аутентичное искусство рождается через боль, страдания и неудачи. Но это ни в коем случае не делает тебя и твое творчество лучше остальных. Это иллюзорный взгляд. Далеко ходить не надо. Взять вот тот же YouTube. Уверен, вы нередко видите блогеров, что постоянно твердят о том, как трудно им пилить контент. Как они стараются, ночами не спят, монтируют, идут на жертвы. И намекают, что поэтому их контент качественнее, чем у других. Я сам этим грешил. Но по факту это все мастурбация на самого себя. И мне кажется, Голливуд культивирует такие взгляды. Он постоянно показывает нам истории про замученных артистов. Жажда жизни, Баския, Одержимость, Бёрдман, Поллок, Большие глаза, Фрида, Чёрный лебедь, Уильям Тёрнер. Список фильмов, которые показывают людям, что творчество рождается в муках, можно продолжать бесконечно. Но это довольно однобокий взгляд. Да, бывает, что творчество рождается через мучения. Но также бывает, что творчество рождается, потому что кто-то хочет поделиться своим счастьем и радостью. Оно может быть вдохновлено любовью, или там тяга к экспериментам и так далее. Но дело в том, что история о замученном артисте это чит-код. Тут тебе и конфликт, и легкий способ вызвать сопереживание, построить драму, где-то надавить на чувства зрителя, показать становление героя, а потом вызвать улыбку и внушить надежду. И в этом ни в коем случае нет ничего плохого и ужасного. Просто это безопасный и заезженный вариант. И братья Коэн, мало того, что через кино критикуют кино, так они еще и одни из немногих, кто решается думать вне устоявшихся шаблонов. Поэтому 10 из 10. Гениально. Плюс попкорн. И газировка. И попкорн в коллекционной металлической упаковке. Да, вот так лучше. Чтобы оставаться на связи, подписывайтесь на социальные сети в описании. Там вы найдете ссылку на инстаграм моего друга Хаскела, вместе с которым мы подготовили этот ролик. А также мой инстаграм, где вы можете посмотреть, что у меня происходит в жизни, а также пообщаться в прямых эфирах. Ну и конечно же, огромное спасибо вот этим бигбоям с Патреона за поддержку данного видео. В качестве благодарности, вне зависимости от суммы доната, вы получите дополнительный контент про символизм в фильме «Внутри Льюина Дэвиса». Следите за обновлениями на Патреоне. Материал должен выйти там в течение нескольких дней. Еще раз, огромное вам спасибо. Увидимся с вами в нашем закрытом канале в Дискорде. Ну а с вами был Ануар, да благословит вас Жубан.